Это было два года тому назад. Я директор школы. За моими плечами стоит 25-летний стаж педагогической работы. Как сейчас, помню, раннюю весну. Я директор школы. Сложные задачи у педагогов. Жизнь ставит перед школой все новые и новые вопросы. Вот закончится учебный год, и наши мальчики и девочки выйдут из школьных дверей. А куда пойдут эти мальчики и девочки? Научили мы их, как жить дальше. Что делать, если им не придется получить высшее образование? Нет, не научили. И об этом нельзя молчать. Нельзя ждать, пока все само собой образуется. Надо искать какие-то пути. Вот и молодежь тоже волнуется, думая о своем вступлении в жизнь. Где бы они ни собирались, Постоянно всегда один и тот же разговор. А что будет, когда мы закончим школу? Куда пойдем? Вот и сейчас из столовой до меня доносятся голоса ребят. У моего сына Лени собрались его товарищи, ученики девятого класса. Ну, конечно, Сергей сидит за роялем и, должно быть, как всегда, острит. Ваня дичится и не сводит глаз с Паолы. Паола сердится и призывает мальчиков заняться делом, а Ленька всех мирит. Но что бы они ни делали, о чем бы ни говорили, они всегда заняты мыслью о своем будущем, о своем месте в жизни. Вот сейчас как раз время с ними поговорить. Какая погода, ребята! Весна! Крохочет весенние грозы, Цветет молодая весна. Манит она к белым березам, Лишает покоя и сна. А к сердцу весною согретым Я тайну одну берегу, И этим заветным секретом Делиться ни с кем не могу, не могу. А к сердцу весною согретым Я тайну одну берегу, И этим заветным, заветным секретом Делиться ни с кем не могу. Ребята! А что, не бояться смерти, это подвиг? Это ты к чему, собственно, бухнул? Да нет, я просто так подумал. Жизнь, весна, солнце. Какую силу надо иметь, чтобы от всего этого отказаться? Да, мысли, высказанные не в попад, производят странные впечатления, Даже если это великие мысли. И ничего тут такого нет. И вообще, ребят, давайте-ка заниматься, А то я вас знаю, начнете болтать. Да чего дожили, а? Девчонка, нас, мужчин, упрекают в болтливости. Да, упрекаю. Заниматься надо, а не болтать. В десятый переходим. Один год дать стата зрелости осталось. А дальше что будет? Дальше в институт пойдем. Кто пойдет, а кто и останется. Причем большинство останется. Ребята, из прошлого выпуска Только четверо поступило. Слушайте, ребят, А что же это получается? Кончаешь 10 классов, ничего не умеешь. Хочешь дальше учиться, в институт не попадешь. Ребята, зачем же мне тогда десятилетка, Если я в институт-то не попаду? А я хочу в медицинской. А если не попаду, Что же я тогда буду делать? Да ерунда, ерунда. Но кто-то же попадет в институт. Я во всяком случае надеюсь. Да, хорошо, тебе надо. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте, Николай Иванович. Мы тебе помешали, папа, да? Да нет. А мы тут немного думали вслух о наших судьбах. Да, я слышал. Ребята, тут рядом с нашей школой строится детский сад. Я вчера говорил с начальником строительства. О чем? Да вы, старшеклассники, Могли бы работать на этом строительстве. А учиться? Совмещать? Работать раз или два в неделю. Строительных рабочих у них не хватает, И вы помогли бы городу закончить этот детский сад в срок. Ну, а кое-кому из вас в жизни могла бы пригодиться приобретенная профессия. Это что же? Окончить десятилетку и стать штукатуром? А что, это неплохая профессия. Во всяком случае, стать штукатуром куда почетнее и полезнее, чем не попав в институт, сесть на шею к родителям? Ребята, это хорошо. Ну, во-первых, это же настоящее дело. А потом, это интересно. Да, Николай Иванович, а как же со школой? И так времени на уроки не хватает. Еще русский хромает. Алгебра прихрамывает немецкий через пень колонок. Да подожди, Сережа, оставь его. Да, это, Ваня, нелегко. Ничего, Николай Иванович, мы ему поможем. А что, ты тоже хочешь работать? Я? Обязательно. А что, я надену лыжные штаны, подвяжу платок, полезу на леса, буду класть кирпичи и петь. А, по-моему, это здорово, петь над городом. Размечталась. Папа, а как в комитете комсомола на это дело смотрят, а? Да там-то хорошо смотрят. Они завтра обсуждают этот вопрос. Ну, пойдите, послушайте. Ребята, интересное дело, а? Главным образом увлекательное. Паулка уже выображает себя на крыше с кирпичом в одной руке, с зеркальцем в другой стоит, поет, а кирпичи сами ложатся. Да не смейся, я работать хочу. По-моему, это великолепно строить. Да лучшее дело на земле строить, создавать. И вообще это здорово. Вы подумайте, мы будем и учиться, и работать. Работать? А что, ребята? Ребята, девятый класс работать, десятый работать, два года работать. Верно. Этим делом так бросаться нельзя, а пригодится водиться и напиться. Молодец, Николай Иванович, дальновидный мужик. Вот что, ребята, завтра идем на комитет и обсуждаем этот вопрос. А сейчас давайте-ка заниматься. А то учтите, Марья сказала, что если мы будем донимать ее вопросами, она выставит нос из классов. Она говорит, что мы задаем ей вопросы организованно. Надо хорошо подготовиться, она будет придираться. Пишите сочинение на тему «Мой любимый литературный герой». Стоп, Паола, а ну-ка, прочти, что у тебя там написано? «Моим любимым литературным героем является популярной среди нашей молодежи». Подожди, ты что, у меня сдуло? «Моим любимым литературным героем является популярной среди нашей молодежи». Подождите, ребят, подождите. Ну-ка, Паола, прочитай у меня. «Моим любимым литературным героем является популярной среди нашей молодежи». Да мыслим по одной колодке. Ох, Марья, ограничена как столб. И нас думает превратить в этакие бездумные столбики. А некоторым ребятам даже нравится, как она преподает. Прочтешь критическую статью и катай. Образ Онегина, образ Татьяны, образ Павки Корчагина. А мне все эти образы кажутся какими-то деревянными куколками. У кого есть критические статьи? У меня. Ну, давай. Дома. Сходи, принеси. Хорошо, Паола, я сейчас, быстро. Паола, оставь ты свое сочинение. Сережка, сыграй наш марс. Хорошо. Хорошо. Ребята, я сейчас открою. разбой! Ребята, Марья идет! Марья! Марья-говор! Папа, Марья Ивановна к тебе! Что? Марья Ивановна! Да, пожалуйста! Здравствуйте! Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуй, Илья Ивановна. Здравствуйте, Мария Ивановна. Здравствуйте, ребята. Пожалуйста, пройдёмте. Нет, Николай Иванович, спасибо, я спешу. Я, Николай Иванович, принесла вам материалы для вашего доклада. А, благодаря вас. Мария Ивановна, садитесь, пожалуйста. Садитесь, Мария Ивановна. Спасибо, спасибо, ребята. Да, так вот, Николай Иванович, я принесла вам материалы для вашего доклада, но, откровенно говоря, я просто не могу себе представить, зачем вам может понадобиться всё это старьё. А вы думаете, это старьё? Конечно, это же совершенно не оправдавший себя метод. Сколько времени, сколько энергии было затрачено на организацию этих мастерских, а толку никакого не было. Строгали ребята, пилили, стучали молотками, а успеваемость в школе все снижалась и снижалась. Да, и мастерские закрыли, дождаться результатов, терпения не хватило, и загубили хорошее дело. Что значит загубили? Педагогический совет решил закрыть. Ну, если глупость совершена коллективно, она не перестает быть глупостью. Ну, это была жалкая кустарщина, Николай Иванович. Кустарщина? А что, если дело поставить по-настоящему? Построить политехнический комбинат при школе? Слесарно-механические мастерские, столярные со станками, термический цех, опытные участки. Тут можно и курсы организовать, каменщиков, штукатуров, кровельщиков. Честное слово, это можно сделать? Как вы считаете? Очень хорошо. И остается только снять вывеску и уволить педагогов. А так ваш проект хоть куда. Марина, ну что же вы, против Ленина возражаете? Кто против Ленина? Я против Ленина? Ну, конечно. Но разве вы не помните, что он писал по этому поводу? Я вам напомню. Для того, чтобы соединить всеобщую производительность с всеобщим обучением, необходимо, очевидно, возложить на всех обязанность принимать участие в производительном труде. А, ну так это к школьникам не имеет ни малейшего отношения. Ах, вы так думаете? Ну, конечно. Простите, мне нужно подойти к телефону. А, пожалуйста, пожалуйста, Николай Иванович. Мы еще с вами продолжим этот... Обязательно продолжим, Николай Иванович. Ну? А что вы здесь делаете? Готовимся к домашнему сочинению на тему «Мой любимый литературный герой». Ну-ну, занимайтесь. До свидания, Мария Ивановна. До свидания, Мария Ивановна. До свидания. До свидания. Слушайте, братцы, у меня мысль. Давайте напишем небольшую поэмку... Давайте. Хоть душу отведем. Конечно. Тихо. Так. Ребята, ну-ка, вот так, начало. Послушайте. Не гради напрасно вздор. Не буду слушать я халтуру. Читай критический обзор и будешь знать литературу. Очень хорошо. Не вздумай мыслить. Поумнее тебя мыслители бывали. Молодец, Пола. Так, не вздумай мыслить. Поумнее тебя мыслители бывали. Они уже критиковали, они подробно разбирали. Так что добавишь ты. Едва ли работой жалкою своей. Живи без мук. Без размышлений. Годится. Размышлений. Не думай, не думай как, зачем, за что. И знай, в твоем незрелом мнении ведь не нуждается... Никто. Очень хорошо. Здорово. Ну, дальше я кое-что от себя добавлю. Напиши, что она не может преподавать в старших классах. Да-да, это самое важное. Ребята, теперь остается придумать, как бы доставить ей это произведение. Пошлю по почте. Фи, банально. Знаю. Сунем ей в сумку. Она всегда с продуктовой сумкой ходит, а? Да не то, шика нет. Ребята, вложим в классный журнал. И не нашего, а восьмого класса. Она классный руководитель у этих несчастных. Ой, она же и заеста. В своем классе историю поднимать не будет, скушает. Надо психологию знать. Ну, ладно. Ой, совсем забыл. Мне же надо четверку по истории исправить. Ребята, ребята, ой. Ой, вот, критические статьи. Едва нашел, мать затолкала на шкаф. Ой, теперь и не нужно. Николай Иванович. Да. Николай Иванович, простите, пожалуйста, это я стучал. Николай Иванович, я хочу четверку по истории исправить. Я тогда был нездоров, ну, а сейчас я подготовился. Ну, это как-то неладно. На дому сдавать. Ну, Николай Иванович. Ну, это, пожалуй, время-то в обрез. Ну, пойдем. Ваня, а ты? Ты ведь по истории не атестован. Я не готов, Николай Иванович. Ну, все равно тебе полезно будет послушать. Пойдем. Позанимались. И чего я, дурочка, к Ленке не пошла? То нужны тебе статьи, Паола, то не нужны. Не пойму я, почему ты над Ванькой издеваешься? Злюка. Мог бы повежливее, я кажется, у тебя в гостях. Да нет, нет, ты не виляй. Ты мне скажи, почему ты над парнем издеваешься. Непонятно, что он в тебя нашел. Глаза, как у злой обезьянки. И по алгебре ты ни черта не понимаешь. К тому же у тебя сварливый характер. Глупости какие. Всем известно, что я просто ангел. Леня. Да? А тебе самому хоть какая-нибудь девочка нравится? Нравятся все. За исключением пустомель. А так как они все пустомели... Ухожу. Ну, Паола. Да нет, я не обиделась. Просто мне скучно с тобой и заниматься надо. Леня. Да. Знаешь что? Что? Не поступай на юридической. Это почему же? Адвокат из тебя не получится. Так, надо отца чаем напоить. Леня. Леня, а Паола где? Ушла. А ты что такой красный? Ох, Ленька, если бы ты слышал, как Сергей сейчас отвечал. Глаза сверкают, в голосе слезы. О чем он? О партизанском движении. Ох, здорово. Старался. Четверка же ему ни к чему. Леня, Леня, вот есть в тебе какая-то сухость. Вот ты пойми, люди видят друг друга каждый день и ничего. И вдруг в один прекрасный момент влюбляются. А почему? Потому что у одного душа раскрывается, а другой видит, какая она прекрасная. Чудак ты, Ванька. Ты химию-то переписал? Переписал. И ничего я не чудак, кстати. Перездал, Сережа? Вопрос. Ребята, я сейчас вернусь, только чай отцу отнесу. Сергей, я принес статьи, а вы разбежались. Ну, разбежалась, положим, одна Паола. Да ты нищи-нищи, я все равно писать не буду. О, правильно, правильно, Сережа. Ты напиши, о чем хочешь. Ведь ты так здорово умеешь. А что? Вот возьму и напишу, что мой любимый литературный герой кто. Ну, как ты думаешь? Кто? Князь Мышкин из «Идиота». Ого. Марью хватит удар. Да, кстати, ты тут ушел, а мы кое-что для Марьи накатали. Да? Да, в том смысле, что она человек неподходящий для преподавания литературы в старших классах. Так. Ну, все это в роскошных выражениях. Ну, вот мы написали, а ты передашь. Давай. Да, но это как-то нехорошо, Сергей. Может быть, на комитете вопрос поставить, а? Или с Николаем Ивановичем поговорить? Ты что, это серьезно? Ха, сразу видно, усердный ученик Марьи. Ну, и пусть, анонимки-то подлость. Да вообще, Сергей, как ты можешь после таких слов, после такого ответа... А что, понравилось? Очень, очень. Особенно хорошо ты о павших героях сказал. Вот у меня брат Костя погиб, прямо из школы ушел воевать. Захотелось, как и он, что-то большое для людей сделать. Может, подвиги пригласишь совершать? А позову, пойдешь? А что именно? Целину поднимать или канализацию в пустыне строить? Канал ты хотел сказать. Да все равно одно и то же, и вообще не родство, что ты хочешь? Да подожди, Сергей, ты же от сердца говорил. Я-то понял, что ты от сердца. От сердца? Ну да, конечно, от сердца. А зачем же ты сейчас... Пятерку зарабатывал, понятно? Вот тебе бесплатный совет. Слабо знаешь материал, трещи по вдохновению. Подожди, Сергей, да нет. Да не мог же ты о павших героях. Мы царствуем небесное. Подлец! Ты подлец! Ребята! Ребята, вы что, с ума сошли? Отец идет! Ребята! Остать! Что тут взрослые дяди не поделили? Что произошло? Не знаю. Накинулся, как бешеный зверь. Очевидно, у Соколикова с психикой не в порядке. Чацкого тоже считали сумасшедшим. Так что же произошло, Сергей? Ладно, Николай Иванович, не стоит говорить. Дай щетку, Леня, брюки извозил. Пойдем на кухню, я тебя почищу. Ты, Ваня, ударил первым? Да. Можно узнать, за что? Не стоит, Николай Иванович. И потом, за это не бить. За это убивать надо. Извините, что в вашем доме... Странно. Сережа, Сережка, что лаз слышал меня? Да что ты слышал? Не пойму я тебя, Сережка. Не такой ты стал за последнее время. Вот Ванька тебя избил, и ты... Да Ванька что? Святой дурак. Что-то стало мне все неинтересно и трудно в жизни. Вон, отец. Книжку какую-то написал. Ну? Прошибить не мог. А книжка, между прочим, нужная. Ну вот, пригласил кое-кого, угостил, а может быть, даже сунул. И, пожалуйста, напечатали. Противно. Так я тебе на этот пример десятки других примеров приведу. Хороших поступков. Кто из нас прав будет? Это жизнь. Да брось! Мне в людей верить надо, ты понял? Уважать их надо. А кого? Отца? За что? За то, что он мать обманывает. Она спокойная и веселая. А семьи, между прочим, нет. Из-за этого ты становишься циником. Да не только из-за этого. Сергей, может быть, ты мне все-таки скажешь, из-за чего произошла драка? Когда на человека без причины нападают, Николай Иванович, это не драка, это избиение. Я пойду, Николай Иванович. До свидания. До свидания, Леня. Я провожу тебя, Сережа. За это не бить, за это убивать надо. Эта неожиданная фраза Вани не покидала меня в течение целого дня. И даже сейчас, на следующий день, когда снова я в школе, в своем кабинете, она не выходит у меня из головы. Что произошло между мальчиками? Что случилось? Ваня прямой, честный, открытый. А Сергей, Сергей, Сергей совсем другой человек. Но что произошло между ними? Я часто думаю. Народ доверил нам сотни своих детей. И мы, учителя, должны не только обучить, но и воспитать их, сделать настоящими людьми. Это огромная ответственность перед поколением. А вот все ли мы, педагоги и родители, понимаем это? Прозвучал звонок, но первый урок начался. И я могу взяться за свой доклад. Что такое? Кажется, не все на уроках. Паола, а ты почему не на уроке? А ну-ка зайди ко мне. Почему не на уроке? Меня выгнали из класса. Скажите, такую большую из класса выгнали. А зачем букет в школу принесла? Это что, похвастать? Да нет, мне его в школе подарили. Ах, вот как. Так за что же тебя удалили, сурок? За то, что я думала. Я тебя серьезно спрашиваю? Честное слово, Николай Иванович. Я говорю, это отрицательное явление в нашей литературе. А Марья Ивановна обрывает. Скажите, пожалуйста, она думает, кому это нужно. Тебе указали материал, изложи, не сочиняй своих глупостей. Поумнее тебя люди писали, а то корову через запишешь, а думать берешься. А ты корову через запишешь. Ну, был один раз в шестом классе. Теперь до смерти будут напоминать. Ну, Николай Иванович, что мы, дурочки, что ли, какие-то? Пойдем в институт и будем все одинаково отвечать, как попугай. Ну, я высказала эту мысль. Она говорит, выйди из класса. Я, конечно, вышла. Да, это, конечно, грустно. Я поговорю с Марья Ивановной, а тебе придется извиниться перед нею. За что? За грубость. Николай Иванович, а я знаю, что вы сейчас думаете. Не рассердитесь? Не знаю, что ты скажешь. Вам совсем не хочется меня пробирать, а надо. Не мешай работать. Николай Иванович! Николай Иванович! Ваня! Паола! Николай Иванович, мне кажется, я скоро сойду с ума. А что, есть признаки? А вы не смейтесь, Николай Иванович! Ну, какой же тут смех? Ну, что у тебя, видение или навязчивая мысль? Навязчивая мысль? Вот это похоже. Вы понимаете, Николай Иванович, я все время думаю об одном. Даже когда я думаю про другое, это все равно не забывается. Оно как будто пронизывает меня. Непонятно? Понятно. Это со многими бывает. Нет, так со многими быть не может, Николай Иванович. Вы понимаете, я так страшно влюблен, вроде как заболел. Это же очень плохо, да? Ну, а почему? Уметь сильно чувствовать, это не всякому дано. Только надо уметь держать себя в руках. Я очень стараюсь держать себя в руках, Николай Иванович. Даже насильно вот про другое думаю. Вот ведь сейчас-то шел, я совсем с другим, а увидел букет и все из головы прочь. Невозможно это. Возможно. Возможно. И не подумай, что это я тебе так для внушения говорю. Мне тоже когда-то казалось, что это невозможно, что сойду с ума. А вот видишь, с ума не сошел. И что же вы забыли? Ну, забыть ничего нельзя. А боли прежние уже не чувствую. Ты подумай, кого ты чуму. Ответственность-то у тебя громадная, ведь ты после Кости в семье старшим остался. Ты о матери не забывай. Она у тебя удивительно трогательный человек. Спасибо, Николай Иванович. Тебе, Ваня, спасибо. А мне? За что? За доверие. Ведь такое и отцу не всегда скажешь. Ну, так зачем ты шел ко мне? Ну, садись сюда. Садись и говори. Да, я к вам по делу, Николай Иванович. Да. Приходим мы к начальнику строительства. А он с нами как со взрослыми. Папиросы предлагает. Да, ну... Мы не курили, Николай Иванович. Ну, ну. Договариваемся, на бригады разбились. Я тоже бригадир. В общем, будем работать три раза в неделю по четыре часа. И вот мне показалось, четыре часа-то мало. А мне в комитете говорят. Вань, ты чудак. Три раза в неделю по четыре часа, это двенадцать часов. Это сорок восемь часов в месяц. Сорок восемь, помножь на пятьсот старшеклассников. Это двадцать четыре тысячи рабочих часа. Умножение убедительная штука. О, умножение это вещь, Николай Иванович. Только есть такое действие в арифметике, как вычитание. Вот если из этих пятисот сто или двести человек не выйдет. Сколько из этого придется вычесть? Да, вычитание тоже убедительная штука. Вот, Николай Иванович, завтра же суббота. Первый выход. Мы в школе все ребятам рассказали, что будем работать на строительстве детского сада, что на вырученные деньги купим киноапарад, будем снимать фильм о нашей школе. Но вы же знаете, у нас еще какие есть, Николай Иванович. Вот если бы вы завтра прошлись по классам, ну, чтобы не было вычитаний. Постой, да ты в комитете комсомола был? Был. Ну, а зачем тогда вам я? Ну, как? Что же, мы сами, что ли, Николай Иванович? Сами, 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 сами. Ну, хорошо, Николай Иванович, мы сами. Разрешите двинуто? А, Сергей? Да-да, входи. Можно идти, Николай Иванович. Иди. Ну, что скажешь? Николай Иванович, я к вам по поводу нашего участия в строительстве. А, да-да-да. Видите ли, я был на строительстве, говорил с начальником, выяснял все условия. Это дело хорошее. Но у меня другой взгляд на оплату. Я считаю, что мы не должны получать эти деньги. Ну, в сущности, это наш общественный долг. Ну, а если они захотят нас отблагодарить, они могут найти для этого другой способ. Да, какой? Ну, вот вы знаете, что Московский университет строило много молодежи. И многие заработали себе право учиться в этом университете. И так молодые люди, строившие университет, получили право там учиться. Ну, а ты, строя детский сад, что ж ты стремишься попасть в малышовую группу? Да нет, Николай Иванович, я просто хочу учиться в строительном институте. Вот теперь мне твой благородный порыв понятен. Только тут я тебе не помощник, ловчись как-нибудь сам. Но ведь это вовсе не так уж эгоистично, Николай Иванович. Ведь я обученный гораздо нужнее государству, чем я необученный. Слушай, откуда у тебя этот напускной цинизм? Смешно, Николай Иванович. Вы, кажется, пропустили тот момент, когда мальчики превратились во взрослых людей. Извините. Надо вызвать мать. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас по штатному расписанию все должности заняты? А вы из Райфо? Нет. А в таком случае вы, может быть, хотите у нас работать? Да. Вы окончили педагогическое училище? Вот мой диплом. Садитесь, пожалуйста. Послушайте, Светлана Сергеевна, а почему же вы не обратились в Райан Нов в начале учебного года? Не знаю. Ну, а почему пришли именно в эту школу? Я живу рядом. Ну, вы окончили институт год назад. Почему же вы не работали? Так? По семейным обстоятельствам. Не хотели ехать на периферию? Что? Нет. У меня болел ребёнок. Ну, и теперь... Я одна. Одна. Да. Я сейчас не могу принять вас. Подождите. Вы не дослушали. Пожалуйста, запишите свой адрес и телефон. А зачем? Ну, может быть, в будущем году представится возможность. Пожалуйста. До свидания. Подождите. Улыбнитесь. Ну, что бы ни случилось, жизнь-то продолжается. А вы действительно любите литературу и действительно хотели стать учительницей? Или, может быть, в педагогической пошли, потому что в другой не прийти? Нет. Я очень люблю литературу и хотела стать именно учительницей, а не кем другим. до свидания. Диплом. Забыла. Читайте. Читайте. Что это? Нет, нет, вы читайте, Николай Иванович. Я, Николай Иванович, требую. Я требую, чтобы вы... Дайте прочесть. Да, конечно, это озорство. Да, это преступное хулиганство. Вы понимаете, что они стихи написали? Хулиганы с интеллектом. Да, все это очень и очень грустно. Грустно? Да это возмутительно, Николай Иванович. Да неужели же вам только грустно? Да нет, нет, конечно, я тоже возмущен, а грустно мне, потому что авторам, к сожалению, нельзя отказать в наблюдательности. Что? Ну, знаете, Николай Иванович. Марья Ивановна, я много раз вам говорил. Ребятам тесно в рамках вашего урока. Вы боитесь их вопросов, мнений. Вы запрещаете мыслить, фантазировать. Нет, 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 подождите, подождите. Это же... Это же голословное обвинение. Кому я мешаю мыслить? Нет, Николай Иванович, не мыслить я им мешаю, а я им с правильного пути сбиться не даю. Ну, зачем? Зачем давать им возможность судить в кривь и в кость в их опасном возрасте? Вы что же не понимаете, что они до такого могут договориться, что и до нигилизма один шаг? Нет. Нет, на литературное и общественное явление должна быть одна, общепринятая точка зрения. Да, но для этого-то нужно приучить молодого человека к самостоятельному мышлению, развивать и укреплять эту самостоятельность, а не пресекать ее, не заменять ее готовыми рецептами. У молодежи возникает вопрос, на который она не может правильно ответить. И задача педагога помочь ей разобраться в сложных жизненных явлениях. Так вот, я и помогаю. Да, как? Да был организован литературный кружок. Вы что же мне предлагаете? На уроках разводить дискуссию? Так ведь это же сплошная болтовня. Ведь после первого же занятия никто же не стал ходить. Да потому что на кружке это то же самое. Я был на этом занятии. Опять рецепты. А ребята хотят сами рассуждать, сами хотят прийти к правильному выводу. Так надо же их выслушивать. И значит, если они не весь, какую ересь несут, то и ересь выслушивать. И ересь выслушивать. Надо узнать, откуда эта ересь, и не оскорбляя достоинства ученика, привести его мысль к истине. Болезнь надо лечить, а не загонять ее внутрь. Ну, знаете что, Николай Иванович, мне просто страшно за вас. Поймите, что вы, как педагог, делаете огромную ошибку. Вы же затеваете в школе вещи, не имеющие ничего общего с учебно-воспитательным процессом. Ну, зачем? Зачем вам понадобилось, чтобы ученики работали на строительстве? Вы что же, не понимаете, что они будут тратить на это время? А времени у них и так в обрез. Ну, так зачем же вы тянете школу вниз? Успеваемость у нас и так не блестящая. Поймите, что школа имеет свою особую кардинальную задачу. Она должна учить, а выпускать каменщиков и штукатуру это просто не наше дело. Что касается этой дискуссии, о которой вы говорили, то долголетний опыт говорит о том, что дискуссия – это опасная вещь. И подобный метод ведет к желанию их все критиковать и осмеивать. А мы обязаны воспитывать их патриотами. Да неужели вы думаете, что вы воспитываете их патриотами? Ну, знаете что, Николай Иванович? Я человек принципиальный и не молодой. Я думаю, что меня уже поздно переучивать. Да мне кажется, что это и не к чему. Преподаю я по прекрасно разработанным программам. Знание материала по этим программам я обеспечиваю, а переубеждать меня бесполезно. Потрудитесь сообщить, что вы намерены предпринять по вот этому литературному произведению. Я, конечно, отбрасываю глупые шутки авторов, но ведь они же говорят, что я не могу преподавать в старших классах. Вот именно это я и считаю справедливым. Справедливым? Вот как? Что это? По собственному желанию? Да, Николай Иванович. Вы должны довести классы до конца учебного года. Вы ставите школу в затруднительное положение. Я, Николай Иванович, не жалуюсь вам на положение, в которое вы меня поставили. Ну, что ж... Однако... Как легко вы расстаётесь с людьми, с которыми проработали долгие годы. Сильно, значит, я вам поперёк дороги встала, Николай Иванович. Но я предупреждаю вас честно. Разваливать школу я вам не дам. Я буду ставить вопрос о вас выше стоящих инстанций. Это ваше право. Что же делать-то? Ох, диплом. Диплом с отличием. Пожалуйста, Светлану Сергеевну. Ах, это вы. С вами, говорит, директор школы. Вы были у меня сегодня. Зайдите, пожалуйста, завтра утром. Представилась неожиданная возможность. Ну, что ж, посмотрим. Может быть, всё пойдёт и хорошо. И вот Светлана Сергеевна пришла к нам в школу. Кажется, я не ошибся. Как будто дело идёт успешно. И ребята начинают к ней привыкать. Конечно, молодой учительнице ещё очень трудно во всём разобраться. Но я уже вижу, что с её приходом ребята полюбили уроки литературы. Вчера на заседании педсовета я рассказал об этом. Многие со мной согласились. Вообще разговоров было много. Начали с обсуждения работы Марии Ивановны, а закончили спором о методах преподавания. Все кричились, волновались. Мне кажется, что наше волнение передалось и ребятам. Только что в библиотеке я видел, как Ваня и Сергей что-то оживлённо обсуждают. Ребята, я вас везде ищу. Отдышись. Новости с театра военных действий. Ой, ребята, педсовет вчера был. Что творилось? Пух и перья летели. Марья-то уходит не только от нас, совсем из школы. Ну да. Классическое. Что было? Все так кричали, в коридоре было слышно. Начали со стихов, а перешли к методам преподавания. Тут завязался принципиальный бой. Николай Иванович ревел, как здесь. Молодец, Коля. Принципиальный мужик. Честное слово. Вот ещё что. Никто не верит, что стихи восьмиклассники написали. У них никто стихов не пишет. Чёрт возьми. Этого я не учёл. А это улика, ребята. Ну и что же делать, а? Во-первых, не дрефить. Главное, Марья ушла, ушла. Ещё более главное, педсовет по нашей инициативе обсуждал принципиальный вопрос. Поняли, наконец, что мы выросли и в жвачках не нуждались. Это, конечно, так. Но только серьёзные принципиальные вопросы надо серьёзные поднимать, а мы просто нашкодили, как котята. Ой, ребята, совсем забыла. Завтра по этому вопросу комитет комсомола собирается. Да, да. Ну я, я надеюсь, Павелка, ты будешь мужчиной и язык не распустишь. Залёнку-то я спокойно, он отца подвести не захочет. Подвести отца? Ребята, а я его действительно здорово подвёл. Ой, ребята, я считаю, что надо молчать. Конечно. А если вызовут на комитет и спросят, что же, врать будете, да? Ну вы как хотите, а я не смогу. Цыплёнок! Нет, мы действительно нарубили много дров, и на комитете из нас всё равно всё вытаскивают. Да комитеты испугались. Всё равно никто ничего не узнает, если мы будем молчать. Осторожно! Кое-кто бросается на людей коварно, без объявления войны. Паола, я хотел у тебя... А что ты делаешь сегодня вечером, Паола? Я? Я ничего. Я свободна. А что? Ты забыла, Паола. Мы же с тобой идём сегодня в театр. Что ты? В таком случае простите, миледи. Я хотел скромно пригласить вас на новый фильм. Нет, подожди, Сергей. Какой театр? Я ничего не знаю про театр. Я никуда не собиралась. Что это вы тут изучаете, ребята? Да вот. Готовимся к домашнему сочинению на увлекательную тему. За что я люблю Пушкина. Николай Иванович, мы так рады, что у нас теперь Светлана Сергеевна. С ней так интересно. Она даже любит, когда мы думаем. Это, конечно, большое достижение, что Марья Ивановна согласилась так сказать. Марью Ивановну обидели и очень жестоко. «Ха уж это нам неизвестно!» «Неизвестно!» «Вся школа знает, а им неизвестно, какая здесь совершена подлость. Мало того, что анонимку написали, так еще в чужой журнал сунули. Дескать, пускай ни в чем не повинные ребята страдают. Придет всему восьмому классу снизить отметку по поведению. Хороши герои! Из-под тяжка укусили, да еще товарищей подвели!» «Ты, Леня?» «Да!» «Так... «Кто еще?» «Я!» «И ты, Ваня?» «Нет!» «Как все-таки это страшно! Думаешь, порядочных людей воспитываешь, а они трусы и пакостники». «Николай Иванович, ну мы же не думали, что...» «Надо думать!» «Педагогический совет обсудит ваше поведение». «Папа!» «Дома поговорим!» «Да!» «Ребята, а я вот одного не понимаю. Зачем вы чужой журнал-то?» «Ваня, ну ты понимаешь, мы же не хотели, а Сергей хорош, удрала! Ваня, я пойду сегодня с тобой в театр, а по дороге домой я тебе все, все пищу. Леня! Что же это такое? Плохо. Она со мной в театр пойдет. А где ты деньги на билет возьмешь? Рублей 30-40 надо. Чего? Так много? А ты думал. Дерну у тебя, черт, пригласить. У меня ерунда трешка. Достану, Ленька. Достану. Умру, а достану. Черту душу продам, а достану. Да черти-то теперь этим товаром не интересуются. Слушай, Иван, хочешь, я ей объясню, что ты брякнул с горяча. Да ты что, Леня, с ума сошел? Она же со мной в театр пойдет. Ленька, дай лапу на счастье. Достану, Леня, достану, Леня. Прошло уже несколько дней, А я не могу забыть о случившемся. Да, педагогом-то я оказался плохим. И сын, и ученики мои совершили недостойный поступок. Ну, хорошо, предположим, что им было нестерпимо с Марьей Ивановной. Но они не пришли ко мне с этим. Значит, ключа-то к душам, ребят, у меня нет. Вот и урок кончился. Марья Ивановна, здравствуйте. Николай Иванович, я подала вам заявление об уходе из школы по собственному желанию. Но вы сами понимаете, что желание это было вынужденным. Понимаю. Я раздумала. Этой школе и этим ребятам, Николай Иванович, отдано слишком много лет моей жизни. О возвращении моем, наконец, просят мои ученики и их родители. Вот письма. Мой долг прислушаться к этим голосам. Верните мое заявление. Но ваше место занято? Да, но еще не окончен испытательный срок, и вы можете ее уволить. Но она работает хорошо. Я не могу поверить, чтобы я, опытный педагог, была бы менее полезна школе, чем она, имеющая за плечами только институтскую практику. И вы, как директор, не можете этого не осознавать. Я не знаю. Может быть, надо было как-нибудь не так? Но вот что с этим делать? Не нести же в милицию. Но чьи это, прошу прощения, брюки? Петровского. Петровского? Так. Так. За пятнадцать лет своей работы в школе я не помню случая, чтобы ученики раздевались на уроках. Мы с вами еще вернемся к этой беседе, Николай Радыш. Что у вас случилось, Светлана Сергеевна? На днях я поставила тройку Петровскому и, признаюсь, довольно зло высмела его перед классом. Сегодня на моем уроке он снял с себя брюки. Я старалась этого не замечать, но ребята помирали со смеху. Правда, некоторые негодовали, в особенности Соколиков. Тогда я решила принять бой. Я вызвала его к доске. Он так и вышел в трусиках. Отвечал, хорошо. Это было еще более смешно. Нет, Николай Иванович, его просто не следует держать в школе. Но я продержала его до звонка. Потом я взяла его брюки. Ребят, кажется, не ждали этого. Теперь они вообще скажут, что я пошла жаловаться. Ну, главное, главное, вы не растерялись. Ребятам понятно, что в дураках остался Сергей. Куда же он пойдет в одних трусах? Какой наглец! Какой наглец! Тетя Катя, найдите мне Петровского. Или нет, подождите, я его вижу. Петровский, зайди ко мне. Подойди ближе. Уверяю вас, Николай Иванович, в этом не было злого умысла. Такая милая детская шуточка. Да ничего более, уверяю вас. Все смеялись с юмором. Я не склонен так расценивать твой подвиг. Да? Можно? А, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Николай Иванович, что же это за порядки стали у нас в школе? Да, а какие порядки вас не устраивают, Наталья Николаевна? Ну как же? У Сергея на уроке физкультуры украли брюки. Нет, я буду ставить вопрос на родительском комитете. Сегодня у Сергея, завтра еще у кого-нибудь... Сергей, подай матери стул. Наталья Николаевна, сегодня урока физкультуры не было. У вашего сына ничего не украли. Позвольте. Он же мне только что звонил. Он просил, чтобы я принесла. Наталья Николаевна, Сергей вам солгал. Солгал? Но какой смысл? Я же не девочка, чтобы меня разыгрывать. И потом мне Сережа никогда не лжет. Наталья Николаевна, сегодня на уроке литературы ваш сын снял с себя брюки. Он хотел отомстить учительнице за тройку и за критику его недостатков. Сережа, как ты мог? Сережа! Что же теперь будет, Николай Иванович? Я буду ставить вопрос об исключении Сергея. Николай Иванович, что вы? Сергей, оденьтесь и отведите вашу матушку домой. На ней лица нет. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем, мама. Как все это нехорошо. Да уж, чего тут хорошего. Вы меня простите, Николай Иванович, но вы поступили слишком жестоко. Я понимаю, поступок безобразный, но исключать... Надо, надо. Надо, надо. Пусть научатся уважать людей. Но нельзя же его выбрасывать из коллектива. Вы придаете слишком много значения его мальчишской выходке. Мальчишеской? Нет. У нее нет ничего детского. Я не знаю, как вас убедить. Вы сильнее, вы опытнее меня, но я вас очень. Очень прошу, не исключайте Петровского. И для него, и для меня это будет ужасно. Светлана Сергеевна, Светлана Сергеевна, нельзя так возьмите себя в руки. Возьмите себя в руки, нельзя так. Поверьте, для него это будет полезно. Ему необходимо хорошее встряска. Николай Иванович... Скажите, как ваши новые работы? Мне Леня рассказывала, что вы писали сочинение на вольную тему. Пожалуйста, покажите мне. Пожалуйста. Обвинять других в подлости, а самому быть еще хуже, за это убить надо. Это кто же пишет? Соколиков. Соколиков. Да, у этого мальчика очень сложный характер. Пожалуйста, пришлите его ко мне. Хорошо. Николай Иванович, я вас очень прошу, не исключайте Петровского. Умоляю вас, Николай Иванович. Пожалуйста. Да, я. Здравствуйте, товарищ Петровский. Петсовет будет. Да. А это меня не пугает. Нет, нет, не сгорячаю, потому менять не собираюсь. До свидания. Заработала машина. Да, сначала отец, потом Наталья Николаевна забила тревогу. ЗВОНОК 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 Да. Заврайон, но. А почему так официально, Степан Ильич? Да. Да. А она вам сказала, за что? Ах, другие меры. Да нет, я не нахожу возможным. Я зайду сегодня к вам и изложу свои соображения. Да, до свидания. Оперативно, как на фронте. Папа! Я сколько раз тебе говорил, чтобы ты не врывался. Папа! Ваню арестовали. Я все бросил и выбежал на улицу. Остановил первое такси и помчался в милицию. По дороге быстро набросал характеристику Вани. И вот я в отделении жду приема. Ваня арестован. Такой чистый, честный, принципиальный. Это, безусловно, какая-то ошибка, недоразумение, случайное стечение обстоятельств. Но вот фраза из Ваниного сочинения, которая говорит совсем о другом. Иногда человек совершает поступки, в которых его воля, как бы не участвует, под влиянием каких-либо сильных чувств. Меня и тогда поразила эта фраза. Неужели мальчик действительно сделал что-то ужасное? А вот другая фраза из его сочинения. Обвинять других в подлости, а самому быть еще хуже, за это убить мало. Это он, конечно, о Сергее и о себе. Значит, теперь он считает себя хуже Сергея. Как жаль, что я так и не узнал, почему тогда они рассорились до рукопашной схватки. Кто был прав? Сергей? Не, не, Сергей, у которого цель словчить, хорошо устроиться в жизни? Как мало мы еще знаем наших учеников. Ну, что я знаю о Сергее Петровском? Отец занимает видное положение, часто бывает в школе, работает в родительском комитете. И все. А что по существу я знаю об этой семье? Зачем ты валяешься одетой, Сережа? Это же нездорово. Сереженька, я была в райкоме... Я же просил тебя не делать этого. Ну, неужели ты сама не понимаешь, что это унизительно? Ну, что ты говоришь, Сережка? Ведь тебя исключили без всяких оснований. Да с основаниями, мама. Подлец и циник. Ну, вот скажи, ты много лет работаешь в родительском комитете и хорошо знаешь Николая Ивановича. Как, по-твоему, справедливый он человек? По-моему, да. Так не кажется ли тебе, что и со мной он поступил справедливо? Может быть и справедливо, Сережа. Но нельзя же так жестоко. Жестоко? Я открою, Сереженька. Если ко мне, мама, я у себя. Хорошо. Ты так рано сегодня? Рано. Я сегодня почти весь день не был на работе. Ездил по Сережкиным делам. Он дома. Дома. Я сейчас позову. Я сам. Сергей! Сергей! Ты меня звал, папа? В чем дело? В чем дело? Да дело в том, что за твою глупость расплачиваться надо нам. Ведь черт знает, перед кем только не приходится из-за тебя унижаться. Пожалуйста, не делай этого. Я вынужден. Вынужден. Я сегодня целый день мотаюсь по городу. Я же сегодня... Ну, успокойся. Успокойся, Вадим. Я сейчас накрою на стол, и мы будем обедать. Я уже обедал. Да? А где же? Господи, папа мог пообедать в любом ресторане. Вот именно. У всех сегодня такое тяжелое настроение. Может быть, мы пойдем вечером куда-нибудь? Я сейчас схожу и куплю билеты. Ну, ты же знаешь, что я занят сегодня вечером. Но ведь сегодня суббота, Вадим. Ну, папа же еще вчера говорил, что у него в субботу совещание. Хочешь, я с тобой пойду, мама? Спасибо, Сереженька. Не надо. Я думала, что мы всей семьей, но если папа занят... Ты куда? Я ненадолго. Я что-нибудь к чаю куплю. Ну, вот видишь, видишь, до чего ты довел мать. Она слова без слов сказать не может. Ну, что ты на меня так смотришь? Правду говорит твой директор, что ты обнаглел. Я никак не пойму, зачем ты сделал эту глупость. Люди, иногда совершают поступки, которые не могут объяснить. Что? Да. Ты? Зачем ты сюда звонишь? Что ты говоришь? Но я же был совсем недавно, и... хорошо, хорошо. Я приеду и привезу врача. А вот ты можешь объяснить этот свой поступок? О чём ты? О женщине, которая тебе звонила. Мне звонила одна моя знакомая. Знакомая? У тебя есть дочка от этой знакомой. Ты знаешь? Откуда? Не всё ли равно? Я бы не сказал, что знаю, если бы она не позвонила. Скажи, и пусть она не смеет этого делать, ведь мать может взять трубку. Сначала звонит, а потом ещё и явится. Серёжа, ты ещё не можешь понять... Возможно, но не всё ли равно, понимаешь ты или нет, отчего рушится твой дом, когда он рушится. Сергей, я, конечно, должен был тебе всё рассказать, но, поверь, мне тоже нелегко. Мне зато легко. С одной стороны, стараюсь скрыть от тебя, что мне всё известно, а с другой стороны, дрожу, чтобы мать не узнала. Ты-то ведь не очень об этом заботишься. Записки бросаешь. Ну, как ты не боишься, что она узнает? Да, но она... Что? Да ты что, воображаешь, что мама станет это терпеть, как я? Да ты что, нашей мамы не знаешь? Да она минуты с тобой под одной крышей не останется. Ты так думаешь. А ты смеешь думать иначе? Сергей, твоя мама прекрасный человек, и я люблю её как человека. Нет, нет, ты не удивляйся. Именно люблю. И вообще надо в этом, Серёжа, разобраться. Ты уже не мальчик. Нет, пожалуйста, не надо. Я всё понимаю. Иди за врачом. У тебя дочка заболела. Да. Надо идти. Серёженька, я тебе купила самые твои любимые пирожные. Мама? Ты вернулась? Иди, сынок, пить чай. Мама, дорогая моя, я тебя очень люблю. Вот как? Приятное признание. А ты думаешь, я тебя не люблю? Ты у меня такая спокойная, гордая. О чём ты, мальчик? Ну, я знаю, ты не примирилась бы ни с какой ложью. Конечно. Вот поэтому я прошу тебя говорить мне всегда правду. Пусть самую горькую, но правду. Ты меня никогда не обманываешь, Серёжа? Никогда. Я знаю, ты ни за что не простила бы. А к чему ты затеял этот разговор? Уж не хочешь ли признаться мне в каком-нибудь грешке? Да нет. Я просто... Я просто рад, что ты у меня не такая, как многие. Вот я знаю, есть женщины, которые как-то мирятся с ложей. Узнают, что их мужья изменяют и прощают как-то. Но нельзя осуждать женщин в таком случае. Бывают разные обстоятельства. Но ты всегда всех защищаешь, мамочка. Это от доброты. А ведь сама бы ты ни за что. Ты очень прямолинейно судишь, Серёжа. А бывает и так, что люди жертвуют своими чувствами ради детей. Какая же это жертва, мама? Это же немыслимо гадко. Нельзя мириться с этим. Это ложь. Но бывает, что люди не лгут. Они рассказывают о своей новой семье, новой любви и договариваются и договариваются как-то не разрушать старый. Опять же ради детей, ради дома. Ну и положение наконец. Мама, да что ты говоришь, мама? Ты как будто оправдываешь всё это. серёженька. Серёженька, есть женщины, которые могут быть только матерями и жёнами. Отними у них мужа, дом и они... Нет, нет, мама. Надо немедленно всё бросить, надо немедленно уйти. Бросить? Бросить всё, что ты приобретала десятками лет? Бросить свой дом? Уйти? Куда? Зачем? Чтобы она пришла сюда? Нет, серёженька, я из своего дома никуда не уйду. Всё это не так просто, мой дорогой. Значит, значит, ты всё знала? Значит, лгать друг другу и за дня в день лгать ну, дорогие мои родители, спасибо вам за урок жизни. Да, по существу я ничего не знаю об этой семье. Нет у нас ещё подлинного контакта между родителями и учителями. «Но, Ваня, что же случилось с мальчиком?» «Беда!» А я стоял рядом и не мог её отвезти. Ваня, доверивший мне свою сокровенную тайну, не обратился ко мне, когда с ним случилась беда. с тяжёлым сердцем вошёл я в кабинет начальника милиции и подал ему характеристику. Интересно, что он скажет? «Да, характеристика хорошая». «Характеристика точная». «Что, товарищ директор, не желаете посадить пятно на свой мундир?» «Характеристика точная». «Но Соколиков явно связан с преступным элементом. Кроме того, он скрывает местонахождение своих сообщников». «Но этого не может быть. Тут явно какое-то недоразумение». «Факты, понимаете, вещь упрямая. Вот, прочтите протокол. Наш сотрудник видел, как он получал деньги от известного рецидивиста Петьки Гвоздя, а тот деньги за спасибо не даёт. Было задумано о ограблении магазина. Как выяснилось, ваш ученик должен был стоять на стрёме, то есть на страже, и свиснуть при виде милиционера. Он и свиснул». «Да ведь это могло быть случайности». «Наивно, товарищ директор». «Позвольте мне поговорить с ним». «Он скажет вам правду?» «Надеюсь». «Вы обещаете мне всё рассказать?» «Обещаю». «Ну, что ж, посидеть, я вам сейчас его пришлю». «Хорошо». «Да нет, ерунда». «Николай Иванович». «Николай Иванович». «Здравствуй, Ваня». «Здравствуйте». «Я принёс твою характеристику. Убеждён, что с твоим арестом какое-то недоразумение. Ты не мог сделать ничего дурного. Я так и сказал начальнику». «Вы ему так и сказали?» «Да». «А ведь я виноват, Николай Иванович». «Да». «Никогда бы не поверил, если бы кто-то другой сказал». «Не знаю, обезумел я, что ли?» «Расскажи». «А вы поверите?» «Да». «Я никогда этого больше не сделаю, Николай Иванович. Памятью отца клянулся. Никогда». «Ну, говори всё сначала». «Деньги. Деньги мне нужны были. нужны, просто позарез. Нужнее, чем на хлеб. Я вам сейчас не могу сказать, для чего, Николай Иванович. Но я просто бы, просто умер, если бы не достал. И вот, вот в этот день я встретил одного парня. Раньше он в нашем дворе жил. Плохой парень. он дал мне деньги. Сказал, если понадобится, я должен буду прийти к нему. Но ты ж знал, зачем он мог тебя позвать. Знал. Знал, Николай Иванович. Но мне ужасно нужны были деньги. Я взял. все равно, как в яму упал. Потом он пришел, мы пошли. Я должен был стоять и смотреть. И если увижу милиционера свистнуть, я свистнул и убежал. О матери даже думать страшно. А где этот парень? Не знаю, Николай Иванович. Не знаешь? Не знаю. Ты мне все сказал? Я вам лгать не могу, Николай Иванович. И что это со мной? Как занесет меня? Как занесет? Занесет. деньги ему понадобились, так он к ворам пошел. А если тебе большие деньги понадобились, так ты и родину за деньги. Николай Иванович, не смейте! Да если бы родной матери на хлеб, и то не простил бы! а в школе знают? Знают. Нет. Дальше нельзя жить. Поговорили? Да. Едите. Ну что, товарищ директор, случайность? Нет. Вы можете дать ход этому делу или прекратить его. Вашей власти сейчас погубить парня или дать ему возможность стать человеком. Что значит погубить? Странно вы рассуждаете. этот парень не переживет позора. Есть такие натуры. А если вы прекратите его дело, я головой ручаюсь. Он не повторит ничего подобного. Ни с какой шайкой он не связан. Его подловили в трудную минуту. Поверьте, этот арест будет для него страшным уроком. В семье он старший. Мать зарабатывает мало, вся решаетесь. Скажите мне честно, не хотите позора для школы? Позор для школы будет, если школа отступится от него и не попытается выручить его из беды. Значит, преступление вы считаете бедой? Да нет, нет, преступление есть преступление. Но то, что произошло с Ваней для него, это было настоящей бедой. Вот почти такой, как если бы он попал под машину. Ну, хорошо, хорошо, я отпущу его, а он снова что-нибудь натворит, кто будет виноват. Я! Да неверно, товарищ директор, не вы, а я. Ну, что вы, боитесь ответственности? Да не в ответственности дело, а в уважении к советскому закону. Главное достоинство советской милиции состоит в том, что она каждому случаю подходит вдумчиво, а неформально. Ах, вот как о мы и не знали. Конечно, я понимаю, какие неприятности ожидает вас в связи с арестом вашего ученика, но, как говорится, Сократ мне друг, а истинно дороже. Дело Соколикова будет передано в суд. Одну минуту. Что вам? Слушайте, товарищ директор, я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Больше заботьтесь о моральном облике своих учеников и меньше о чести своего мундира. Мы ведь тоже кое-что знаем. И других директоров видали с другими принципами. Знаете ли вы о таком факте? Один старшеклассник на уроке приучительнице, извиняюсь, брюки себе скинул. Казалось бы, шалость. Но директор рассуждает иначе. Он смело исключает хулигана, чтобы другим не повадно было. И вот тут начинает свистопляска. Директора жмут со всех сторон. Родители весь город на ноги подняли, но он держит со своего принципа. Вот это директор. Ну, конечно, я понимаю, в конце концов его заставят принять этого парня обратно. Не заставят, это произошло у меня в школе. До свидания, товарищ начальник. Подождите. У вас в школе? Сядьте. Непонятно, что-то получается. Одного исключаете за шалость, а другого выручаете, а его проступок куда серьезней. Как же это с педагогической, так сказать, точки? Интересно, интересно. Сам ведь тоже отец. Значит, исключили. Исключил. И не за шалость, нет, а за циничный, бесстыдный поступок, вызванный, к тому же, низким чувством мести. Этого молодца в честном презрении не проймешь, ему необходима хорошая встряска. А Ваня другое. Ваня простый, самолюбив, но, очевидно, что-то большое, серьезное. Толкнуло его на этот шаг. Раскаяние его искренне. Поверьте, он никогда этого не забудет. Так, так, так. Пришлите, Соколикова. А ведь вас все-таки заставят принять этого парня обратно, а? Нет, не приму. Соколиков, директор вашей школы поручился за вас. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит. Он считает вас честным человеком, и у нас нет оснований не верить вашему воспитателю. Оправдайте добрые мнения вашего директора. Советую наперед обдумывать свои поступки. Идите, вы свободны. Ну, идите, идите, говорю, свободны. Никуда я не пойду. То есть, как это, не пойду? А так, не пойду. Судите меня. Взял я у гвоздя деньги. Взял. Продал, черту, душу. продал. Значит, надо идти в ад. Может быть, бы я его... Да нет, я не смог бы. Пусть лучше он убил меня. Не место мне в обществе. Я вижу, что ты готов нести ответственность. Ну, вот, товарищ начальник считает, что дело можно в суд и не передавать. Он верит, что этот поступок был и будет единственным в твоей жизни. И я этому верю. Ну, иди, успокой, мать. И беги в школу, успеешь на второй урок. иди, иди, иди. Николай Иванович, выйти, иди. Поверьте, товарищ начальник, вы никогда не пожалеете об этом. Сказал я начальнику отделения милиции и вышел из его кабинета. Конечно, он никогда не пожалеет о том, что неформально отнесся к Ване. Поступил и как старший товарищ, и как настоящий педагог. Ваня будет достоин нашего доверия, я уверен в этом. Все следующие дни я усиленно готовился к своему докладу. Сегодня я предполагал его совсем закончить, но пришла мать Петровского и принесла распоряжение сгора новостановления Сергея. Я сказал ей, что не подчиню с этому. Наталья Николаевна очень расстроилась, призналась, что в поведении сына виновата она и ее муж, пытала что-то рассказать, неожиданно расплакалась и убежала. Что такое? Может быть, я действительно что-то просмотрел? Да нет, я не мог поступить иначе. Да, но я должен докончить свой доклад. Папа, ты чай-то пить будешь? Да, 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 обязательно, обязательно. Только немного погодя, мне нужно еще кое-чем заняться. Мало тебе своих дел, так еще доклад навязали. Навязали, много ты понимаешь. Это я сам докладчике навязался. На конференции будут подниматься очень острые вопросы. Я давно хотел поделиться с учителями своими выводами. Мне кажется, я смогу здесь сказать о самом главном, о перестройке школы. Доклад удался. Папа, ты знаешь, Сергей очень вообще ему плохо. Я думал, что по поводу Сергея уже все высказались. Да у него не разбериха в душе, разочарование, очень жестокое разочарование, а ты его исключаешь. он и бесится с отчаянием. Да, с отчаянием. Конечно. Ты понимаешь, в семье у него плохо, отец у него. Как тебе это объяснить? Сергей знает, что у его отца есть, понимаешь? А ты его исключаешь. Не понимаю я твоей прямолинейности. Прямолинейности? Конечно. Скажи, а за что тогда Ваня набросился на Сергея? Помнишь, они подрались? Не знаю. Знаешь? Нет, нет, не знаю. А если бы знал, то тебе бы все равно не сказал. Мы же с тобой договорились о школьных делах друг от друга не узнавать. Помнишь? Да, помню. Ну, извини. Да? Да. Здравствуйте, Степан Ильич. Да, да, знаю. 28-го заседания комиссии и мне надвижит быть. Что? Можете не разъяснять? Что случилось, папа? Ничего. Доклад на конференции я делать не буду. на конференции. Услышав эти слова, Леня молча вышел. Видимо, это его очень огорчило. Я плохо спал ночью. Трудно было мне примириться с мыслью, что я не буду делать доклады на конференции, но я твердо решил, что я все равно выступлю и поставлю на обсуждение волнующие меня вопросы. вот уже несколько дней работает комиссия, которая проверяет мою работу в школе. Конечно, товарищи разберутся во всем, я в этом не сомневаюсь, и все же я волнуюсь. и ребята тоже волнуются. Я давно это заметил, славные, чудные ребята наши. Я вижу в окно наш школьный сквер. Ваня бежит по дорожке. Как это он спешит? А, понятно, показалось Пауэлло, и он боится встретиться с ним. Ваня! Ваня! Ваня, стой! Ваня, ну, долго я буду за тобой бегать? Мне, наконец, поговорить с тобой надо. Поговорить? Ты теперь можешь просто плевать на меня. Конечно, могу. Тоже мне гусар какой нашелся. Что, я кукла какая-то бездушная? Не поняла бы, что у тебя в театрные билеты денег нет. Пауэлло, а я думал, а я думал, что раз ты, что раз тебе, Сергей... Ну, не смей говорить о Серёжке. Тоже мне герой. Мать-то ругала? Нет. Рубах купила. Поклянись мне, что никогда не ради меня, не ради кого другого не совершишь никакого дурацкого поступка. Клянись. Клянусь, Пауэлло, клянусь. Клянусь хлебом и водой, луной и звёздами, стихами, музыкой, памятью кости клянусь. Вот как ты умеешь. А понимаешь, Пауэлло, в чём я тебе ещё клялся? Вот я любил всё. Наш город, школу, товарищи, мать. Тебя, тебя больше всего... Ну, я же ничего не понимал. И вот когда всё оборвалось... Вот представь себе, ты идёшь по весеннему лугу. Солнце, цветы, птицы поют. Тебе радостно. И вдруг ты проваливаешься в чёрную глубокую яму. И вот только там, на дне, ты понимаешь, как ты был счастлив. Есть, Пауэлло, один человек на земле, которого ты должна очень любить. Кто? Ты? Нет, Николай Иванович. Пауэлло, я ведь из-за него и десятилетку-то буду кончать. Ведь это же его идея строительства. А тут я и понял, что без знаний-то я никуда. А после школы ты никому не скажешь? Ну, что ты? Конечно, не скажу. Я на строительство пойду. Меня берут цирк строить. Ну, да. Да. Ой, здорово. Ваня, только обязательно расскажи обо всем Николаю Ивановичу. Конечно, только не сегодня. Сейчас у него заседание комиссии. Я об этом и пришла с тобой поговорить. Чего? Ты знаешь, Степан Ильич в комиссии, это плохо. Разве он поймет Николая Ивановича? Да. Слушай, Паул, а кто еще в комиссии? Не знаю, Лень должен был узнать. Ты его не видел? Нет, не видел. Пойдем поищем. Пойдем. Ну, ты знаешь, я поищу. Здравствуй, Сережа. Здравствуй, Леня. Сколько время? Мы остановились. Шесть. А что, свидание? Да. С кем? Никогда не догадаешься. Но раз в голове свидание, дела не так уж плохо. За отца волнуешься? Да. Очень. А он? Тоже волнуется. Только ты знаешь, у него этого не заметишь. А ты, видно, в него. Ну, ладно. Катис, только дай слово, что подглядывать не будешь. Волнуешься? Очень. Боюсь, не придет. Придет. Парень, ты видный. К тому же, разочарованный. Девочки это любят. Ну, ни пуху тебе не пирать. К черту! Пришли. Вы меня извините, Николай Иванович, что я осмелился вызвать вас на свидание. Ничего, на воздухе приятнее разговаривать. Садись. Ничего, Николай Иванович. Николай Иванович, а вы, наверное, думаете, что я? А вы напрасно пришли, Николай Иванович. Я вам такого наговорю? Говорю. Да. Я все хочу сказать. Это я написал стихи про Марью Ивановну. И вся эта затея моя. Ну, вот и скажите об этом на комиссии. Тогда уж мое исключение будет вполне оправданным. А то ведь вас главным образом из-за меня будут упрекать. Я-то знаю. Так и скажите. А я что? Подлец, трус, циник, товарищей подвел, лагун. Ну, вот хотя бы лагуном теперь я могу и не называться. Но вы мне вот что скажите, Николай Иванович. только правду. Ну, зачем вам все это надо, а? Ну, вот вы меня исключили. Ну, предположим, за дело. Но ведь вы же знали, что вас замучают, будут заставлять принять меня обратно. Ну, зачем вам все эти неприятности? Что это вам дает? Что это мне дает? очень многое. Сознание того, что я поступил правильно. А если бы это сделал Леня? Леню мне было бы труднее исключить, чем тебя, но я бы это сделал. А если вас снимут, но освободят от работы? Ну, а если это произойдет, так что же делать? И вы не отступите? Нет. Ну, так что же ты еще хотел сказать? Я тебя слушаю. Тяжело на душе, Николай Иванович. А ты не давай рыться в своей душе холодным остроумцам. Вот тем, которые смеются над любовью к родине, копаются с наслаждением в наших ранах. Для них нет ничего святого. Они высмеют в тебе все самое ценное, лучшее, назовут наивным чудаком. Они умеют очень ловко и остроумно разговаривать, только больно и холодно душе от их остроумия. Но почему же у нас тогда так много несправедливого в жизни, Николай Иванович? Лжи много. А вон Марья Ивановна говорит, что все хорошо и все прекрасно. Нет, не все хорошо, много неладного. Не все живут честно и чисто. Да плохо не то, что ты это видишь, а плохо то, что ты только это и видишь. Ну, вот представь себе, вот строится большое светлое здание. Туда переедут люди из сырых и темных домишек. А вокруг этого строительства накопились горы мусора. Его не успевают вывозить. Ходить трудно, люди падают, мусор портит весь вид. Одни понимают, что со временем мусор вывезут, а другие ворчат, мусор не вывезут, дом не достроят, да и вообще строить не стоит, если так много мусора. И не видят эти люди, как поднимаются высокие корпуса новых домов. Плохо быть таким. Тоскливо им на этом свете. Да, это правда. Ну, а что ж ты еще хотел мне сказать? Хотел, Николай Иванович, да только не знаю, стоит ли. Да говори. Видите ли, Николай Иванович, я ушел от отца. Один? Нет, мама тоже. А где ж теперь живется? Мы живем пока у бабушки. Маме очень трудно устроиться, она же не имеет никакой специальности, а я хочу работать. А что я умею? Да, слушай, хочешь, я тебя устрою на строительство, ведь ты хотел быть строителем. Что вы, Николай Иванович, это я строительством интересовался, чтобы в институт попасть. У меня совсем другая мечта. Очень я хочу в литературный институт. Люблю я литературу, особенно поэзию. Ну, да, конечно, иди туда, куда тебя тянет. Слушай, я тебя устрою на вечернюю работу. А почему на вечернюю? Ну, чтобы ты мог кончить школу. Но ведь вы же меня исключили, Николай Иванович. Ну, да, исключил. И правильно исключил. Но тогда ты был совсем пустой. А теперь ты думаешь, мучаешься. Может, там еще не все верно думаешь, но это ничего, это поправить можно. Ну, что ж, иди учись приказ я отменю. Что вы, Николай Иванович? Да нет, это нельзя. Но ведь вы отбили столько атак, нажли столько врагов, столько неприятностей. Ведь теперь все будут говорить, что вы отступили. Ведь будут говорить. Ну, будут. А разве для нас с тобой это главное? иди учись, приказ я отменю. Спасибо вам, Николай Иванович, за то, что вы, за то, что вы пришли сюда. Ну, вот. Трудно тебе будет, Сережа, трудно, но ничего, ты, парень, сильный, справишься, я сам так начинал. Вот видишь, жизнь приказала тебе работать, а школа этому не научила. Знаешь, какой я хочу видеть нашу школу? Школа ведь это начало жизни человека. Здесь формируется его нравственный мир. Здесь должны научить человека любить красоту, природу, музыку, поэзию, труд. Здесь должны научить ценить дружбу, любовь, ведь это так важно, так нужно в жизни. Да и строить школу надо нескучными прямоугольными коробками, нет, а самыми чудесными, самыми, самыми красивыми и непременно в саду, чтоб одно воспоминание о школе не позволило бы человеку совершить дурной поступок, чтобы навсегда в памяти человека школа осталась как самое прекрасное, что было в жизни. в жизни. КОНЕЦ